Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Удобно, быстро, оперативно. В Самаре началось голосование за общественные пространства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Не подмочили репутацию. В день террасейского субботника город умылся дождем, но планам по масштабной уборке территории это не помешало. Порядок наводили в каждом районе областного центра. Перед началом летнего сезона список стран, в которых можно будет расплатиться картой МИР, расширят. Сделать выбор в несколько кликов, не выходя из дома. В Самаре стартовало онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств в 2022 году. Процедура максимально простая и не отнимает много времени. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Сегодня в Самаре стартовало рейтинговое голосование за благоустройство городских скверов, бульваров и парков. Каждый житель может отдать свой голос за дизайн-проект, который пришелся ему по душе. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество баллов, преобразятся до неузнаваемости в 2022 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В список для голосования в Самаре попали 19 территорий. На каждой из них установлены специальные стенды, содержащие информацию о дизайн-проектах по благоустройству, информационных площадках, на которых можно сделать свой выбор, а также QR-коды для перехода на сайты. Принять участие в голосовании может каждый житель, достигший 14 лет. При этом есть несколько способов сделать свой выбор. Процедура максимально простая и не отнимает много времени. Горожане имеют возможность воспользоваться сайтом 63.городсреда.ру и виджетом «Мой выбор. Мое будущее» на информационных ресурсах городской и районных администраций. Тем, кто не имеет выхода в интернет, будут помогать волонтеры в торговых и многофункциональных центрах. Кроме того, каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию по голосованию, позвонив по телефону горячей линии, который вы видите на своих экранах. Убедительно прошу всех жителей Самары принять самое активное участие в голосовании. Именно от вашего решения будет зависеть, какие территории будут у нас с вами благоустроиться в 2022 году и какие результаты мы уже увидим в 2022 году. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в Самарской области уже благоустроили 6 общественных пространств и более 50 дворов. В 2021 году в Самаре приведут в порядок сквер борцов революции. Также в городе будут обновлять дворы во всех районах. Михаил Ермоленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Для помощи в голосовании по федеральной программе формирования комфортной городской среды во всех социальных учреждениях региона работают волонтеры. Если проголосовать самостоятельно по техническим причинам не получается, воспользоваться услугами помощников, начиная с сегодняшнего дня, можно ежедневно. Как это лучше сделать, узнала Мария Левина. Максим Калинин – волонтер со стажем. Уже три года он помогает людям. Это десятки проектов и сотни благодарных людей. Сейчас доброволец консультирует самарцев по голосованию за преображение общественных пространств по программе формирования комфортной городской среды. Онлайн-голосование стартовало сегодня. Более двух тысяч волонтеров расположились в социальных объектах, таких как МФЦ и пенсионный фонд. Максим – один из них за сегодняшнее утро уже успел помочь двум десяткам самарцев. Не забыл отдать и свой голос. Уже успел проголосовать. Живу недалеко от загородного парка. Проголосовал именно за благоустройство его. Мне очень понравился проект. И я думаю, что если все-таки он сможет выиграть, я обязательно приду туда, посмотрю, как благоустроит его. Выбрать место, которое благоустроят в следующем году, должны самарства с помощью онлайн-голосования на платформе 63.городсреда.ру. Волонтеры же помогают тем, кто с интернетом на «вы». Дается уникальная возможность гражданам самим проголосовать. Причем это будет проходить с сегодняшнего дня, с 26 апреля по 30 мая. И выбрать ту территорию, которую они хотели бы благоустроить. Голосование очень простое, потому что там заполняется столько фамилий и отчества и телефон. Каких-то дополнительных персональных данных с паспортными данными ни в коем случае не нужно. На выбор самарцам представлено 19 общественных территорий. Именно жители формируют первоочередной список общественных пространств для преображения. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате. Например, в 2020 году по программе формирования комфортной городской среды в Самарской области благоустроили 6 общественных пространств и более 50 дворов. Мария Елевна, Василий Колодашов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 60 805 человек. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 173 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 57 923 пациента. В Самарские больницы поступила новая вакцина от коронавируса Ковивак. В чем ее отличие от двух других вакцин спутника ВИИ и эпивак короны и могут ли самарцы выбрать, чем прививаться, расскажем в следующем сюжете. В Самарские больницы поступила новая вакцина от коронавируса Ковивак. Она разработана в научно-исследовательском центре имени Чумакова и стала третьей вакциной, доступной для самарцев, наряду со спутником ВИИ и эпивак короной. Вакцинация переносится удовлетворительно. Тяжелых осложнений ни у одного пациента не выявлено. И мы видим в наличии формирование иммунитета, то есть иммунного ответа. Для получения рекомендации о выборе вакцины необходимо обратиться к лечащему врачу в свою поликлинику, поскольку у каждой вакцины есть инструкции и показания, противопоказания, которые учитывает врач при осмотре пациента, оценке его состояния здоровья. Как отмечают специалисты, все вакцины эффективны, надежны и безопасны. Самарцы Андрей Соловов и Ксения Сбицкая для себя выбрали вакцину Ковивак. Это же не первая прививка в моей жизни, поэтому раз говорят надо, значит надо. Надо идти прививаться, но так-то все равно прививаться надо. Я давно планировала привиться, как бы многие дети и взрослое население болеет коронавирусной инфекцией, и до сих пор болеет, и я бы планировала изначально прививаться. Но так как у меня были титры, и прошло уже шесть месяцев, я пришла сегодня привиться. Записаться на прививку может любой желающий старше 18 лет. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии 122 или обратиться в регистратуру больницы, за которой пациент закреплен. Кроме того, в Самаре в круглосуточном режиме без выходных работает кабинет прививок. Он расположен по адресу Мичурина 125. Снизить распространение коронавируса поможет коллективный иммунитет. Он возникнет, если около 60% населения сделает прививку. Сейчас в регионе привились уже более 278 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию свыше 184 тысяч. Виктория Шарая, События. В Самаре тоже начали появляться круглосуточные прививочные кабинеты. По пятницам и в выходные дни возле крупных торговых центров разворачиваются мобильные бригады. Получить вакцину можно бесплатно. Главное, перед этим заполнить ряд необходимых документов и пройти осмотр терапевта. Наши коллеги тоже не остаются в стороне. В этот понедельник первым компонентом вакцины привился главный редактор Самарской газеты. Все мои знакомые вакцинировались, но многие, конечно, не все. И я рекомендую всем, у кого нет каких-то противопоказаний, сделать прививки и спокойно жить. Потому как, особенно в период отпусков, это очень важно. Я сам скоро уезжаю в отпуск по России. И не хотелось бы быть в заложниках у какой-то такой неприятной ситуации. Тем более у меня есть и родственники в возрасте. Эфир продолжат новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Впереди сезон отпусков. Есть ли приятные новости на эту тему? Есть. Платежная система МИР в конце апреля скорректирует правила конвертации валют. Теперь курс будет фиксироваться на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками. Кроме того, список стран, в которых можно будет расплатиться картой МИР, увеличится. А пока о курсах валют. Курс доллара на 27 апреля – 74,76 рубля. Евро – 90 рублей 44 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 64,70 доллара за баррель. Налоговый вычет за покупку квартиры предложили увеличить до 3 миллионов рублей. Законопроект сегодня внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно пояснительной записке, проект предлагает увеличить имущественный налоговый вычет, который предусмотрен в связи с расходами на строительство или покупку жилья с 2 миллионов до 3. А также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщикам расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа с 3 до 4 миллионов рублей. Кроме того, законопроект предлагает разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Самарской области. С начала текущего года в регионе было открыто более 130 вакансий, где уровень заработной платы достиг рекордной суммы от 300 тысяч рублей в месяц. В список таких вакансий в Самарской области вошли представители сферы продаж, строительства, недвижимости, IT-специалисты и руководители. Для соискателей, желающих работать по названным специальностям, важным условием является опыт работы от 3 до 6 лет. Каждая пятая вакансия позволяет подходящим кандидатам работать в удаленном режиме. Самой дорогой вакансией с начала года стало предложение для директора по разработке в IT-компанию. Кандидату работодатель предлагает заработную плату в размере полумиллиона рублей. Платежная система МИРС 28 апреля скорректирует правила конвертации валют. Теперь курс будет фиксироваться на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками. Новые введения коснутся расчетов напрямую с банками-участниками из других стран. Теперь платежи будут более прозрачными. Россиянам не придется сталкиваться с доначислениями из-за резкого скачка курса валюты. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость рубля может меняться довольно быстро. Кроме того, по мнению аналитиков, такой шаг поможет простимулировать трансграничную онлайн-торговлю. Для российской национальной карты платежи в иностранной валюте являются менее актуальными, так как она принимается в ограниченном количестве стран. Однако список будет пополняться новыми странами. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Всероссийский субботник. Город встретил дождем, но планам по масштабной уборке территории это не помешало. В каждом районе города приводили в порядок улицы и дворы. В уборке городских пространств участвовали более 50 тысяч человек. Задействовали свыше 500 единиц техники. Более привлекательный вид придали парку Щерса, в уборке которого приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Об этом расскажет мэрия Елчан. Привести в порядок излюбленные места города не помешал даже дождь. Сотни самарцев вышли на общегородской субботник. Убирались в том числе и в парке Щерса. Вооружившись необходимым инвентарем присоединилась и глава города Елена Лапушкина. То, что люди сплотились и вышли, это замечательно, несмотря на погоду. Меня очень радует, что у людей есть общее желание приводить город в порядок. Конечно, это радует. Конечно, это важно. Конечно, это нужно городу. Если мы будем любить город, то и город будет любить нас. Вместе с тем приводили в порядок общественные территории, депутаты, активные жители Самары и сотрудники администрации внутригородских районов. Сплоченными группами красили ограждение и собирали сухую листву. В парке важно убираться, потому что здесь отдыхает население, здесь играют наши дети. Здесь они проводят свое время. Хочется, чтобы они запомнили его всегда чистым, ухоженным, убранным. Ну и человек, который сюда пришел убраться, наверное, в следующий раз подумает, мусорить ему или нет. Кроме того, парк Щерса попал в шорт-лист рейтингового голосования федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство могут благоустроить уже в следующем году. Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек, декоративных уличных светильников, ремонт газонов. А для проведения массового досуга соорудят открытую летнюю сцену. На будущее парка повлияют жители Самары. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. Активно прошли субботники и в Кировском районе города. К уборке присоединились неравнодушные жители, студенты, общественники, депутаты. Особое внимание уделили пространствам, которые участвуют в голосовании по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование за территории, которые вошли в топ пространств по благоустройству, началось уже сегодня, 26 апреля. Подробнее расскажет Гульфия Сафина. Дружному настрою на работу жители Кировского района в минувшую субботу можно было только позавидовать. Сквер на Ташкентской, что через дорогу от областной больницы имени Середавина убрали за несколько часов. Инвентарь предоставила местная администрация. От жителей понадобилось только боевое расположение духа. Не остались в стороне и депутаты. С отличным настроением. Выехал из дома, начал моросить дождик, маленько расстроился. Но приехав сюда, дождь прекратился. Сейчас работаем, поэтому, я думаю, все будет отлично. И к обеду территория, по крайней мере, от того, что есть, от мусора внешнего, будет убрана. Лесопосадка на 18-м километре Московского шоссе. Кусочек живой природы в черте города. Местные жители, хоть и гордятся соседством с дубовой рощей, все же негодуют. Территория облагорожена не целиком. Рустам Муртазин живет в этом районе не первый год и старается не оставаться в стороне от весенних уборок двора. Уверен, чисто не там, где ждут дворника, а там, где дружные соседи. Мы все живем в обществе, поэтому надо принимать участие в жизни этого общества. А если будем каждый сам за себя, ну, будет грязно, некрасиво. И будем говорить, что, о, как в Европе чисто красиво, а у нас... Работают и администрации, и активные жители, и школьники, и волонтеры. Даши депутаты присоединились, я очень благодарен. Я надеюсь, что жители из окон видят эту работу и, в первую очередь, надеюсь, что у людей в сознании что-то изменится и около дома, ну, просто перестанут мусорить. Это уже будет серьезный результат этого субботника. Обе территории из Кверно-Ташкентской и Рощи на 18-м километре вошли в список городских пространств, которые могут быть реконструированы и облагорожены благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Все, что нужно самарцам – это отдать свой голос за тот объект, который он считает самым достойным. Голосование уже стартовало на сайте 63.городсреда.ру. Присоединяйтесь. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. Приводили в порядок и уже благоустроенный по программе формирования комфортной городской среды сквер Речников. На его уборку вышли жители Сухой Самарки совместно с главой района. Тему продолжат наши корреспонденты. Рядом со сквером Речников Валентина Ласкина живет уже более полувека. Каждый год по старой традиции выходит убирать придомовую территорию вместе с соседями. Не исключением стал субботник и в этом году. На него жители вышли приводить в порядок уже новый обновленный сквер. По словам Валентины, таким красивым и ухоженным. Она не видела его уже давно. Сквер здесь был весь зарушен. Раньше, когда рыб работал, здесь убирались, памятник был. Здесь сквер хороший был. А потом, когда рыб развалился, здесь заросли страшные были. А сейчас это чудо. Сквер Речников находится в микрорайоне Сухая Самарка рядом с берегом реки. В конце 2020 года пространство благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В этом знаковом для речного флота месте появились новые спортивные объекты, яркое освещение, а также фонтан. Очень важно, что удалось оставить в этом месте фонтан. Он, конечно, уже немножко в другом виде. Здесь сухой фонтан появился. Причем тематический в виде розоветров. Чтобы подчеркнуть именно символизм места речников. Начиная с сегодняшнего дня, жители города могут принять участие в голосовании за 19 объектов благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно проводится до 30 мая. Отдать свой голос можно будет на сайте 63.городсреда.ру. Мария Левина, Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Коллективный субботник прошел на минувшей неделе и в Загородном парке. Это пространство также вошло в список из 19 объектов, которые могут быть благоустроены уже в следующем году. Подробности в репортаже Гульфии Сафиной. Еще на рубеже 40-х Центральный парк культуры и отдыха имени Горького или Загородный парк назвали фабрикой здоровья. Его ценят за многогранность, достаточное количество развлечений, редкие растения и свежий воздух. Минувшая неделя в парке завершилась масштабным субботником при участии местных жителей, волонтеров и работников районной администрации. Хочется помочь владельцам парка, чтобы привести территорию в хороший вид. Она и так сейчас уже неплохо выглядит, но мы какую-то свою лепту внесем, почистим газоны, уберем мусор лишний. Поэтому парк, ну это жемчужина просто Самара и в том числе Октябрьского района. Это место отдыха, релаксации, занятий спортом. Чистим газоны, сейчас сделаем подбор мусора, собираем листву опавшую. К сожалению, не все у нас люди могут после себя взять там какой-то фантик или что и опустить в урну, бросают. Поэтому вот приходится наводить порядок. Всероссийский месячник по благоустройству завершится в эту пятницу. Присоединиться к нему может любой желающий. При необходимости рабочий инвентарь предоставляют в администрации районов, а с регоператором налажена договоренность по вывозу мусора. Уборки проходят по всему городу. В этом году загородный парк может войти в список объектов, которые будут благоустроены в рамках программы формирования комфортной городской среды. Мы хотим, чтобы у него появилось совершенно новое лицо. То есть, с одной стороны, нужно сохранить все лучшее, что в нем есть. По сути, это городской лес, и он должен остаться именно таким. Но при этом он должен трансформироваться в такие территории, которые были бы интересны людям разным. Отдать свой голос за преображение загородного парка могут жители всей Самары. Голосование стартовало уже сегодня на платформе 63.городсреда.ру. Прием голосов продлится до конца мая. Кульфия Сафина, Максим Гусев. События. Трудовой десант городского парламента наводил порядок в Парке Победы. Эту территорию депутаты убирают ежегодно в преддверии майских праздников. Подробности в нашем сюжете. Один из самых молодых, но такой любимый и значимый Парк Победы в советском районе Самары готовят к одному из главных общенародных праздников 9 мая. Каждый год здесь проводят субботники депутата городской думы, представители общественных организаций и молодежного парламента. Эта весна не стала исключением. Мы будем отмечать 76-ю годовщину. И это точка притяжения Парк Победы, где у нас и дом ветеранов, где у нас и атрибуты памяти. И хочется, конечно, в первую очередь, чтобы люди, пришедшие сюда, пожилые, ветераны, кто смогут прийти, да и просто жители города гуляли, отдыхали в комфортных условиях. Активисты разделились на группы. На каждом зеленом участке собрали мусор и прошлогоднюю листву. Упаковали в пакеты и вывезли. Впрочем, одним субботником депутаты не ограничились. Привели в порядок берег Волги и дворы в округах. После того, когда здесь проведем уборку, также уезжая в Самарский район и территорию набережной, и своего округа, там принимаем участие также в уборке. Многие начали очищать свои дворы и какие-то убирать в сараи. И в этом году мусора по объему больше вывозимого. В Думском субботнике приняли участие порядка трехсот человек, чтобы парк встретил День Победы во всей красе и величии. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Навели лоск во время городского субботника и во дворах железнодорожного района Самары. К примеру, на Арцебушевской двор содержится в идеальном состоянии уже не первый год. А вот на Никитинской пришлось изрядно потрудиться. Здесь не только собирали прошлогоднюю листву и мусор. Как самарцы за выходные сделали город чище, увидел Сергей Кизоркин. Родственница звезды НХЛ Евгения Малкина не осталась в стороне от общегородского субботника. Пока нападающие забивают шайбы за пингвинов Питтсбурга, Ирина Малкина, вооружившись метлой, убирает свой двор в Самаре. Команда единомышленников на Арцебушевской 3А собралась сплоченная. Дружно выйти на субботник никого уговаривать не пришлось. Стыдно оставаться в стороне безучастными, равнодушными. И потом посмотреть на результаты ее труда. Нам, конечно, хочется ее поддержать, чтобы наш дом был лучшим, чтобы у нас люди общались, чтобы наши дети играли. Организовывает жизнь во дворе уже не первый год председатель ТСЖ Татьяна Мушкарева. Новый год, масленица и субботник – лишний повод собраться вместе, в том числе и за праздничным столом. Но до чаепития жильцы привели в порядок детскую площадку, газонную парковку. Это весной. Они три раза выходили на уборку прошлогодней листвы и мусора. Нужно любить свой дом. Жить как-то с любовью к людям, к народу, к Самаре нашей родной. Очень много цветов мы будем высаживать. Вот у нас все будет в розах, в цветах. Вот не представляю, какая красота будет. Даже лучше, чем в прошлом году. Вот я и хочу, чтобы вся Самара, все жители не жаловались в дворах. Ах, у нас там что-то так-то, чтобы вышел каждый житель, убрал. Не только свой участок, прилегающий участок. Как будто услышав призыв неравнодушных самарцев, вышли на субботник и жители двора на Никитинской, 66-я. Здесь они затеяли глобальную перестройку. Начали с уборки опавшей листвы. Закончили демонтажом старого забора и асфальта. Благоустройству помогли молодежный парламент, городские депутаты и администрация железнодорожного района. На этой территории раньше стояли гаражи. Старые металлические гаражи, как бы незаконные. В прошлом году, соответственно, гаражи были убраны. Решили сделать на этом месте красивый сквер. Скамеечки решили не делать, потому что это сопряжено, опять же, с тем, что люди будут отдыхать и нарушать покой жителей. Поэтому решили, что это будет просто прогулочная зона. Красивая прогулочная зона, которая будет радовать глаз и давать возможность здесь гулять. Разбивать новый сквер на Никитинской будут с учетом пожеланий местных жителей. В этом году сказали, что мы будем здесь сажать красивые деревья, чтобы можно было дышать. Красивые цветы, очень красивые. Там и гортензия, там и прекрасная сирень такая, что она вот прям вот разная-разная. Кто сажать будет и присматривать за этим? То есть, естественно, мы. Железнодорожный район убирали всем городом. Самый массовый субботник прошел в парке Щерса. Он, кстати, участник федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проголосовать за этот объект с сегодняшнего дня жители Самары могут на сайте 63.городсреда.ру. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. 25 апреля, свой 90-й день рождения, отметил Евгений Малевич, один из самых известных ученых Самары. Евгений Малевич – один из первопроходцев теоретической и прикладной социологии в СССР и отец-основатель Самарской школы этой науки. Он известен как философ, аналитик, политолог и общественный деятель. Малевич до сих пор профессор на кафедре социологии и культурологии Самарского университета. В день рождения известного ученого поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!